Всем привет! Меня зовут Юля и сегодня я покажу вам книги, появившиеся у меня в октябре. Возвращаюсь я к традиции показывать новые книги раз в месяц, а не огромную гору раз в сезон, и начну с произведения, которое в октябре вызвало у меня настоящее помешательство. Это граф Монте-Кристо Александра Дюма, и да, я читала его впервые. И здесь, наверное, самое время сказать немного о моих сложных отношениях с произведениями Александра Дюма. Я обожаю у него графиню де Монсаро, наверное, даже скоро ее буду перечитывать, и совершенно не люблю трех мушкетеров. Я пробовала их читать в разном возрасте, с совершенно разным настроением, но ни разу не дочитывала книгу. Не то что до конца я дальше одной трети не продвигалась, и я не могу понять, в чем проблема с этим произведением, потому что это классика приключений, они должны мне понравиться, там прекрасные герои, отличный слог Дюма. Но вот никак у меня с этой книгой не складывается, и как-то я себя просто поймала на мысли, что хочу попробовать прочитать графа Монте-Кристо. Я даже не стала сразу покупать книгу в физическом носителе, потому что, во-первых, не была уверена, что она мне понравится, но, во-вторых, она 100% есть где-то в домашней библиотеке, и мне не хотелось тратить деньги, и не хотелось искать. В общем, я начала читать ее вечером на телефоне, и до утра я не могла вырваться из этой истории. Вот буквально на следующий день я решила, что эта книга нужна мне просто в максимально красивом оформлении, в каком я только смогу ее найти. Я даже не дождалась заказа из интернет-магазина, я переплатила за нее, но дочитывала я ее уже в этом прекрасном оформлении, потому что эта история что-то невероятное. Этот увесистый том, кстати, вполне удобно читать. Он не перекосился, золото не обсыпалось, текст не растирается, так что я очень довольна покупкой. Единственный вопрос, который мучил меня во время прочтения, это почему я не читала раньше. Почему мне никто не сказал, что эта книга настолько крутая и что она настолько затягивает. Правда, в итоге я пришла к выводу, что, наверное, это был идеальный момент для прочтения «Графа Монте-Кристо». Вот именно мне эта книга зашла в этом возрасте, что в детстве, может быть, я бы ее и не поняла, и была бы участь та же, что и с тремя мушкетерами. В любом случае, я обязательно буду рассказывать вам про нее более подробно, о своих впечатлениях, что меня так поразило, почему эта история меня так затронула. Я пока не решила, в какой форме я это сделаю. Я даже не могу сказать, что я эту книгу проглотила. Я серьезно, на прочтение этого объема у меня ушло три полных ночи, я не могла от нее оторваться. Я не могу сказать, что я ее проглотила, я буквально прожила это произведение с первой до последней строчки. Конечно, такое издание радует глаз и служит украшением домашней библиотеки, но я не призываю вас сразу покупать именно такое дорогое издание. Мне хочется, чтобы вы хотя бы попробовали начать читать эту книгу в любом издании. Скачайте бесплатно, это классическое произведение, в любой интернет-библиотеке его можно прочитать бесплатно. Возможно, вас так же захватит, как и меня. Кстати, поклонники «Графа Монте-Кристо» буду очень благодарна за советы по поводу достойной экранизации, потому что я все еще в поисках, что мне посмотреть на эту тему. Возможно, это какая-то экранизация именно книги или что-то по мотивам. Буду очень признательна за советы. К «Графу Монте-Кристо» я обязательно вернусь, а пока продолжу показывать покупки. И в октябре «Ведьмачья коллекция» пополнилась сразу двумя экземплярами. Во-первых, теперь вся серия стоит на полке, собранная в иллюстрированном издании, и это греет мне душу. В этой серии есть как яркие плюсы, так и откровенные минусы, так что конкретно про издание как-нибудь расскажу вам отдельно. И во-вторых, у меня появился вот такой арт-бук по карточной игре «Гвинт», опять же из «Селенной Ведьмака», и это моя новая настольная книга. Я вам уже говорила, что держу на рабочем столе либо энциклопедии, либо сборники статей, чтобы делать перерывы в работе, и вот данная книга великолепно для этой цели подошла. Прекрасные арты от разных художников и небольшие очерки, которые рассказывают, кто это, что это и какими способностями обладает. И еще одна книга из серии «Мое фанатское увлечение» — это комикс по сериалу «Викинги». Про сериал подробнее я рассказывала вам в подборке с викингами «Что читать, что смотреть», и он по-прежнему входит в число моих любимых сериалов. Да, образы викингов там достаточно далеки от исторически верных, даже чисто внешне, но тем не менее сюжет сериала за основу берет очень интересные реально существующие легенды, интересных личностей, там прекрасные съемки, великолепные актеры, интересный сюжет, так что я с нетерпением жду нового сезона, если вы еще не знакомы с этим сериалом, то очень советую посмотреть. Сам комикс совсем небольшой, это истории, которые имели место быть во время сериала, но нам не были показаны. Фанатам точно будет интересно. Кроме того, в книге есть так называемая галерея, где представлены не только постеры и фотографии, но и очень интересное и подробное интервью с создателем сериала, где он больше рассказывает об образах, героях и их характерах. Само издание очень качественное, начиная от насыщенных цветов и заканчивая плотной бумагой. Если любите сериал, без сомнения берите в коллекцию. Следующие несколько книг совершенно разные на первый взгляд, но появились у меня с одной целью. Сейчас я читаю много книжных циклов, поэтому мне необходимы законченные истории, чтобы делать перерывы между сериями. И первая книга в этой стопочке это «Драконий жемчуг» Натальи Колесовой, это «Ром Фант». И к этому автору я испытываю безграничное доверие буквально из-за одной книги «Король на площади». «Король на площади» входит просто в мой личный топ-3 лучших романтических сказок, и я мечтаю, чтобы когда-нибудь эту сказку переиздали в каком-нибудь прекрасном иллюстрированном оформлении. Про эту книгу пока многого сказать не могу, но «Драконы» и «Морская тематика» однозначно меня заинтересовали. Следующая книга, опять же, от русского автора Анастасии Мосягиной. Она называется «Мисс Магадан» и сделаю небольшое отступление. Сама автор презентовала эту книгу в моем родном городе, я, к сожалению, о мероприятии узнала слишком поздно и на него не попала, но в любом случае мне очень приятно, что что-то интересное на книжную тему происходит не только в Москве и Питере, и уж тем более, когда это презентации новых книг и встречи с авторами. Книга вышла в новой серии АСТ «Звезда Рунета про любовь», там пока немного авторов, но это однозначно достойный представитель. Вообще, я собиралась отложить книгу для какой-нибудь поездки, уж очень у нее удобный и легкий формат, но как-то незаметно прилипла и обнаружила себя аж на 12 главе. Книга написана очень легко, ты как будто смотришь сериал. Я это говорю не в плохом смысле, что не нужно думать. Наоборот, при с виду простом сюжете здесь есть очень интересные повороты и персонажи. И что мне сразу понравилось, в книге два главных героя, а вернее героини, это две девушки, и они полные противоположности, начиная с внешности и заканчивая мотивацией их поступков. Две подруги сталкиваются в борьбе за титул конкурса красоты, и как ни странно, ты понимаешь и переживаешь за обеих, хотя они абсолютно разные, на первый взгляд, одна из них положительный герой, а вторая отрицательный. Я, в принципе, небольшой поклонник любовного романа как жанра, но вот эта книга мне нравится, и не в последнюю очередь благодаря легкому слугу автора и интересным главным героиням. Так что, если вам хочется сказки про любовь, обратите внимание. Следующие три книги – это истории про Доктора Кто, и их я уже успела прочитать. Чтение занимает даже меньше, чем один вечер и сравнимо с просмотром интересной серии Доктора Кто. Я помню, что обещала вам отдельный выпуск про Доктора Кто, и он обязательно будет. Ну а пока, если вы также ждете рождественский спецвыпуск, то обязательно обратите внимание на короткие законченные истории. Они действительно классно написаны, и здесь очень узнаваемые главные герои. Следующая книга – это мистер Холмс Митча Каллина, который имеет отличную экранизацию с Йеном Маккеллином в роли Шерлока. Здесь рассказывается история о Холмсе в уже преклонном возрасте, и нам обещают раскрыть великого сыщика с более человечной и ранимой стороны. Я обязательно книгу прочитаю, фильм пересмотрю, и надеюсь, что первоисточник меня не разочарует. Следующая книга приехала ко мне из издательства «Росмен», чье фэнтези для меня просто служит знаком качества. Первая часть новой серии называется «Сумеречный город», и аннотация, но очень многообещающая. Здесь необычный новый мир, таинственные события, какие-то артефакты. Книга у меня в самом ближайшем списке на прочтение, потому что прочитанного фэнтези от «Росмен» уже накопилось достаточно, так что скоро сделаю отдельный выпуск. И про бюро находок от издательства «Робинс» я вам уже рассказывала в инстаграме, так что оставлю под видео ссылку на пост с рецензией. В целом же мне понравилось. Именно этой книгой я перебила читательское похмелье после финала Локвуда, но вот прошло две недели, и в голове остались только какие-то сумбурные отрывки. Слишком много действия, слишком много деталей, но думаю, детей это как раз может заинтересовать и привлечь. Также мне в ближайшем будущем предстоят две поездки, и я уже заботилась выбором книги в дорогу удобного формата. Первая – это долгожданное переиздание «Престижа» Кристофера Приста, история о иллюзионисте и его жизни. Я прочла пару первых страниц, просто посмотреть, понравится ли слог автора, но уже могу сказать, что сюжет будет значительно отличаться от фильма. И вторая моя книга в дорогу – это «Холодный город Холиборн». У автора я уже читала самую темную чащу. История была подростковой, в лучших традициях жанра, несмотря на 18+. Мне понравилось. Легко, атмосферно, жутковато – это то, что нужно для ноября. И продолжая вампирскую тематику, историк Элизабет Костова. Я впервые услышала про эту книгу у Али. В списке ее любимых произведений просто загорелась прочитать, потому что здесь обещается история в духе Дэна Брауна, только еще с большим уклоном в мистику. Здесь за основу взяты легенды о графе Дракуле, о Владиславе Цепише перенесены в реальность. То есть здесь ведется как бы расследование, насколько я понимаю. Мне очень понравилось описание, я прямо загорелась ее прочитать, но при этом мне не нравилось, в каких изданиях она сейчас продается. Книга выходила в Россию в 2006 году, тогда было нормальное издание, потом вышла вот эта книга в 2007 году, подарочный вариант. И вот сейчас она есть с обложкой, как и первое издание, но внутри какая-то совершенно ужасная газетная бумага. И когда я увидела, что на лабиринте еще некоторых сайтах появился именно вот этот томик, это 2007 год, именно вот в этом оформлении по какой-то совершенно смешной цене, 54 рубля, по-моему, я ее купила, я просто не поверила своему счастью и своим глазам. Я схватила ее моментально. И вот сейчас мне до сих пор не верится, что я держу ее в руках. Это какие-то остатки тиража выкинули в магазин, и не знаю, что произошло. И причем, когда я заказывала, я думала, что она будет, может быть, какая-нибудь потрепанная, а может быть, ну, остатки вот завалявшиеся по такой смешной цене распространяют, но в итоге томик абсолютно новый, то есть вот видно, что он вот только-только распакованный. В общем, в скором времени прочитаю вам, обязательно сделаю, наверное, вампирскую подборку. Как раз есть грядущий Хэллоуин в виде повода, и расскажу вам про эту книгу подробнее. Надеюсь, она меня не разочарует, потому что у меня на нее очень большие надежды. В последний год я очень сильно изменила свое отношение к Стивену Кингу с такого равнодушного, но, может быть, немного заинтересованного, на очень благожелательное и желание узнать как можно больше об этом писателя и прочитать у него, наверное, как можно больше. Я, кстати, с ужасом думаю о том, что мне захочется начать собирать его книги, потому что их какое-то невероятное количество еще и в разных сериях. Конкретно эту книгу мне не раз советовали именно для знакомства с писателем как с личностью, что здесь он раскрывается именно как интересный человек, рассказывает истории жизни, дает дельные советы о том, как нужно писать книги. И, судя по аннотации, нас ожидает одна из самых необычных книг Стивена Кинга. Книга, в которой автобиографические, мемуарные мотивы соседствуют не только с размышлениями о писательском искусстве вообще, но и с самыми настоящими профессиональными советами тем, кто хочет писать как Стивен Кинг. Кстати, про Стивена Кинга я тоже планирую сделать отдельный выпуск. Меня всегда удивляет, когда меня начинают спрашивать про этого писателя какие-то советы, потому что я абсолютно не знаток его творчества. В лучшем случае я читала, наверное, одну десятую от всего, что у него написано. Но постараюсь рассказать вам как есть. И на этом мои книжные покупки подходят к концу. Надеюсь, что вам было интересно. А мы с вами увидимся совсем скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok